Размер дисковой квоты, конечно же, зависит, естественно, от места, выделенного вам хостера. Экономить это место не рекомендуется. Используйте все, сколько можно. Дисковая квота будет выбрана, то сайт продолжит работать в композитном режиме, но только до тех страниц, которые успели создать себе кэш. Подсчет квоты процесса инкрементный. При удалении файла кэша размер уменьшается. При создании нового кэша добавляется. В силу этих обстоятельств не рекомендуется ручное удаление файлов кэша. Иначе у нас подсчет будет неверно идти. Счетчик количества хитов, до которых не было записано композитной страницей из ограничения дисков пространства, отображается, сколько хитов было сделано пульсом на незакэшированной странице, после того, как была исчерпана дисковая квота. Число показывает, сколько хитов после этого отработало холостую, то есть кэш мог быть для них создан, но из-за этого превышение, собственно, не позволило создать для них кэш. Этот счетчик – инструмент для разработчика для определения оптимального размена квоты. Ссылка «Сбрось кэш» собственно перенаправляет нас на страницу очистка кэша. Здесь, как видите, все страницы HTML кэша. Мы можем его очистить. Это правильный способ. Теперь перейдем на вкладку «Группы». Здесь нужно перечислить все те группы пользователей, которые мы можем считать анонимными. То есть они не видят больше, чем анонимный пользователь на страницах. Если же туда добавить группы, например, «Контент редактора», то есть шанс, что пользователь, который не входит в эту группу, он увидит страницу за кэшерным хитом этого контента редактора. А следом увидит лишнее, что ему видеть не стоит. Возможно, какую-то секретную информацию. Особенность настроек прав на группы заключается в том, что пользователь должен входить в какую-то из указанных групп и не входить ни в одну из неуказанных. То есть все группы, в которые входит пользователь, должны быть здесь перечислены. Иначе до него композитный режим работать не будет. Для различия пользователя используется NCC и подчеркиваем CC в файлах кук. То есть у нас устанавливается куки, соответственно, для пользователя отображается, позволено ли ему отображаться композитный режим, либо не позволено. Файл настроек конфиг.php у нас расположен по пути Bittrex.htmlpages. Вот мы видим этот файл. Править вручную этот файл не рекомендуется, так как при любом последующем сохранении настроек через интерфейс ваши изменения затрутся. Также все файлы кэша хранятся по пути Bittrex.htmlpages и имя домена. Давайте я вам продемонстрирую. Вот у нас другой сайт. Соответственно, открываем. Как видите, файлы кэша здесь находятся. не рекомендуется вручную удалять файл кэша, так как в таком случае статистика будет отображаться неверно. Включение технологии композитный сайт автоматически добавит кнопку в право-нижний угол страницы на тех сайтах, где используется данная технология. Посмотрим. Да, действительно. Параметр отображения кнопки вы можете найти на вкладке кнопка на странице композитный сайт. Если вам необходимо поместить кнопку в другое место вашего сайта, то укажите в нужном месте шаблона соответствующая ID, которая вот здесь у нас отображается. Также вид этой кнопки можно менять. Мы можем выбрать вариант отображения соответствующими цветами, изменить цвет логотипа и надписи, установить соответствующий образом белый фон или тот, который нам необходим. Таким образом, мы можем наиболее лучшим способом разместить кнопку в дизайне сайта так, чтобы она смотрелась гармонично и не выделялась на фоне дизайна сайта. Субтитры создавал DimaTorzok